привет друзья с вами канал волфикс точка ру сегодня мы хотим представить вашему вниманию бюджетную 4к экшен камеру коллаборации сяоми и нового суббренда сибирт а именно камеру сяоми сибирт 4к экшен-моушн камера поступает камера в очень маленькой коробке с изображением самой камеры кажет выпускается в трех цветах в синим как у нас в зеленом и в оранжевом цвет на коробке соответствует цвету камера комплектация очень простая камера аккумулятор провод для зарядки micro usb и инструкции на китайском и английских языках целом это стандартная комплектация для такого рода камер камеры выполнены из высококачественного структурированного пластика мы проверять конечно не будем но в одном англоязычном обзоре я видел как кидали эту камеру на бетон с высоты двух метров и у нее остались лишь пару небольших ссадин на корпусе на камере находятся две кнопки на передней части кнопка включения и переключения режимов сверху кнопка запуска съемки кнопки откликаются на нажатие моментально к этому претензий никаких нет с левой стороны находится динамик порт micro usb для зарядки камеры и слот для микро sd карта камера поддерживает карты достают 28 гигабайт на нижней части расположился микрофон и слот для аккумулятора емкостью 1050 миллиампер час кстати китайцы предусмотрели удобный язычок для извлечения батарейки так что с этим проблем не будет ну и на задней части расположился 2 дюймовый сенсорный дисплей чувствительность дисплея хорошая реагирует моментально а вот качество картинки немного хромает на телефоне просмотрит видео ряд с камеры намного приятнее на солнце экран бликует и яркость плохая поэтому видно будет хуже давайте к характеристикам но прежде я хочу вам напомнить что мы еженедельно выпускаем ролики на самую интересную технику так что подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить следующие ролики а ссылки на товары показанном обзоре я оставлю как обычно в описании ведь там цены ниже чем популярных китайских гипермаркетов только а теперь к характеристикам размер 60 с половиной на 42 и 2 на 29 и 7 миллиметров вес 60 грамм угол обзора 145 градусов объем аккумуляторной батареи 1050 миллиампер час время работы в активном режиме 90 минут поддержка видео 4к диафрагма 2 и 6 процессор high silicon high 35 59 матрица sony 12 мегапикселей поддерживает кодеке h 264 h 265 максимальная частота кадров при съемке 4к 30 кадров в секунду 1080p 60 кадров в секунду 720p 120 кадров в секунду карта памяти micro sd до 128 гигабайт дополнительно цифровой 6 осевой стабилизатор поддержка режимов time lapse и slow motion работать через приложение управление камеры может производиться двумя способами с помощью двух кнопок управления на самой камере либо с помощью приложения себе от кстати очень удобного но об этом чуть позже навигация по меню предельно проста при двойном тапе по сенсорному экрану вы попадаете в интерфейс там вы по отдельности можете скорректировать общие настройки настройки фото и видео съемки а также посмотреть оснятый материал правда два дюйма для просмотра маловато рекомендую просмотрить его через приложение на телефоне или скачав на компьютер про весь функционал подробно рассказывать не буду расскажу про основное в общих настройках вы можете включить выключить вай фай и bluetooth смотрите информацию о карте памяти форматировать ее и поменять язык по умолчанию доступны китайские английские языки есть еще куча всяких менее важных функций типа настройки подсветки выведения водного знака сброс настроек и так далее настройках фоторежима вам доступна настройка таймера настройки постоянной съемки выбор разрешения изображения помимо этого можете устанавливать ручные настройки фото в том числе выбирать режим настраивать баланс белого значение экспозиции яркость и много чего еще фотографии камера сохраняет только формате jpeg про режим видеосъемки расскажу подробнее у камеры есть три режима съемки стандартная slow motion и таймлапс режим slow motion это съемка с повышенной частотой кадров в этой камере можно снимать слоумо с разрешением 720p с частотой 120 кадров в секунду и в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду учтите чтобы в этих режимах у вас хорошо получился кадр важно снимать при очень хорошем освещении идеально чтобы это был солнечный свет и объект который вы будете снимать очень четко отделялся от фона иначе при монтаже все поплывет и превратится в кашу режим таймлапс создан для создания короткого ролика из очень длинной съемки в котором все движения будут ускорены по сути съемка ведется покадрово с определенным интервалом во времени который вы сами сможете выставить к примеру вы будете снимать закат установите настройки на один кадр с интервалом полсекунды в итоге 20 минутный закат у вас превратится в красивое видео с быстрым закатом за несколько секунд в режиме видео вы также как и фото можете настроить баланс белого экспозицию яркость и так далее если решите это делать я уверен что вы знаете что это такое иначе снимайте все в режиме авто также настройках вы сможете изменить формат съемки выключить микрофон и так далее кстати по поводу микрофона отдельного разъема для выведения микрофона конечно нет а базовые записывает звук сильными шумами поэтому если вы хотите снимать влоги то записывайте звук на отдельный рекордер приложение как я уже говорил советую вам поставить приложение она очень удобно и если вам будет необходимо изменить какие-то настройки этого приложения это делается за считанные секунды скачивайте приложение себе от настройках вай фай выбирайте сеть себе от и вот стандартный пароль от 1 до 8 конект осуществлен помимо управления камерой с помощью приложения вы сможете посмотреть весь отснятый материал корректировать его и даже смонтировать ролик в общем все как gopro только в 7 раз дешевле я хотел вам отснять несколько роликов на камеры показать качество но у нас сейчас за окном такая серый что снимать даже нечего поэтому просто сниму сейчас себя и покажу какую картинку дает эта камера при искусственном освещении качество не очень-очень много шума на картинке из одной вы кстати можете оценить качество микрофона это камера но вообще если вы решили приобрести себе экшн камеру то должны понимать что она будет достойно снимать только при очень хорошем освещении в темноте на видео будет очень много шумов давайте к выводам плюсы очень маленький размер это самая маленькая экшн камера который я когда-либо держал долгий срок работы аккумуляторной батареи от одного заряда и наличие стандартного для всех камер разъема с резьбой 1 4 дюйма который позволит установить на камеру любые аксессуары от других производителей экшн камер кроме аквабокса и очень хорошее соотношение цена-качество за такие деньги камеры выдают вполне себе достойную картинку если снимать при дневном свете и вы всегда можете запечатлеть интересные моменты вашей жизни например путешествие минусы ужасный звук микрофон просто надо отключать сенсорный дисплей с не очень хорошим качеством вводимой на него картинки и внешний вид как я уже говорил мне он не нравится но тут на вкус и цвет как говорится но в целом на мой взгляд эта камера достойно если вы хотите недорогой аппарат чтобы поиграться на отдыхе то это вполне достойный экземпляр кстати если камера вам понравилась ссылки как обычно в описании а с вами был канал lfx.ru снимайте видео всем peace